Продолжение следует... 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 фиксации стержневой и стержневой компоновки, где можно удалить пинцу или стержень и осложнение купируется и развитие амилита социального пребедренной кости в 4%. Тут, конечно, нужно сопоставлять взятость этих осложнений. В настоящее время меняются два вида блокируемых фиксаторов, это листами, поперечной и косвой пунктами, и расширяющийся фикшен в воздухозном отголовном канале. Многие авторы из Самары, Риги, Дальнего Востока, Ургана совершенствовали синдромедулярные фиксаторы, при этом создавая и динамичность компрессии, как вот в Амурской косоакадемии разлили там три салона галереев с блокированием изнутри костно-мозгового канала, то же самое внутри костно-мозгового канала с расширением сперта, и по фикшен, это вот Самара, Котельников и так далее. К нами тоже предложено несколько видов фиксаторов, блокировкой изнутри и снаружи. И другой вид фиксатора за счёт своей формы, которая имеет трёхлопастной форму поперечнику. Мы исследовали все виды костиосинтеза на жёсткость, и также выявили, что синдромедулярная костиосинтеза имеет некоторую золотую середину. При этом качество жизни также находилось в середине, между насосным и через костно-костиосинтезом. Первые шесть месяцев, а через полгода и год они как бы на одном уровне. Мы смоделировали бедренную кость по результатам компьютерной формографии 3D изображения и выявили такую находку, что в области малого вертелла имеется гребень, как бы продолжение дуги атомца на малый вертел и 1 см ниже, который можно использовать как точку фиксатора для введения синдромедулярного стержня. В то время как при стандартной стержня максимальный конец фиксатора до 18 мм, и при рассверливании для введения фиксатора это тоже разрушается. На подперечных срезах мы видим костная скловитка пекальный, тратикулярный. Здесь определены модули юнга, коэффициенты уасона в соответствии с литературным. В данном построена модель бибибихонической кости для дальнейших исследований. Также построили по определенным параметрам, учитывая материал, из которого изготовлен фиксатор, стержень фикша, стержень CHL, и смоделировали их многоплоскостное взаимодействие внутри кости, определив, что трехлопастная форма фиксатора в максимальной части будет охватывать вот этот найденный гребень в область валового вверху. И исследовали биомеханические с помощью электронного ресурса MIMICS автоматизированное проектирование в поперечном, продольном нагружении и ротационном. Таким образом мы подошли уже к технической части с вами изготовление фиксатора интравидулярного для бедренной кости, который имеет электрическую форму с тремя максимальными лопастями и кистальным блокирующим винтом. Но при этом второе, и она же основная блокировочная спица или многоэластичный элемент выходит из полости стержня под углом, блокируясь в вымышленке бедра. Преимущества такие, что при наличии кистальной блокировки, и даже с отречно обведенным винтом, проксимальная блокировка по оси, она динамична. Имеется возможность создания аутрокомпрессии, как вышечной, так и при нагрузке. Это вид выхода из раме, направляющая спица. Таким образом, обладает необходимость в динамизации, которая по инструкции стержней поперечного блокирования должна проводиться через два шри и участница. Следующий вид фиксатора – это трехлопастной стержень. По фамилиям автора назвал B&B. Также имеет расширение в карстимальном конце, но в дистальном конце мы оформили такое вот в виде рашпиля для того, чтобы при введении в костномосковой канал имелась возможность путем введения вперед-назад как бы создавать ложность для последующего прохождения грани. В том числе и в сушенном участке постомозгового канала средний-третий тетрад. Таким образом, лопасти будут фиксированы в картикальном условии изнутри, создавая большую фиксацию перелома. Теперь вы можете сказать, что это все домыслы, но подтвержденные биомеханическим исследованием вы видите нагрузку поперечка. Длина стержня 36 мм, нагрузка 200 ньютон, в два раза превышает нормальную нагрузку, которую я показывал на графике. Как вы, то выше. когда система, пусть фиксатор еще сдержит, здесь отклонение 0,35-0,59 мм, то есть пусть полмиллиметра, то вполне пропустим. Вы видите, появился кружок. Это говорит о том, что сдерживый трехлопастной в 2,5 раза меньше повреждает полость постомозгового канала, при большем диагностике. Эффективное напряжение по минусу в системе моделированной по сфиксатору при поперечном переломе типа А3 кгпаскаля при 600-800 тыс. ньютонах. А сегодня поперечной нагрузки 100 ньютонов и скручивающей. Видим, что первый вариант стержня, где спица выходит под угол, для фистальной блокировки на 10-26% лучше, чем стандартный мм, цехлопастный, аналогичного диагностика. При разных типах перелома косой и оскольчицей мы видим также на те же 10-28% лучше, чем стандартный мм. Сравнивая второй стержень, трехлопастной, получаем аналогичные параметры от 20 до 30% процессов превосходства по сравнению с андартом, применяемым с терзином по перелечному сфиксатору. Графически это выглядит вот так, но за счет чего же получается? Вроде, та же трубка, эти же блокировки, почему же на 20-30% стабильной фиксации получают? А вот, то, что за счет того, что это динамичность системы, Продолжение следует...